Израиль 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 катастрофа, предупреждает автор исследования Никлас Бойерс. Это может вызвать сильные холода в Европе и некоторых частях Северной Америки, поднять уровень моря вдоль восточного побережья США и нарушить сезонные муссоны, которые обеспечивают водой большую часть мира. Это также поставит под угрозу тропические леса Амазонии и ледяные щиты Антарктики. Издание продолжает. Также обнаружены доказательства того, что эта система может внезапно остановиться, вызвав резкие колебания температуры и другие сдвиги в глобальной погоде. Циркуляционные системы нашей планеты замедляются, и происходит это под влиянием многих факторов. Главный из них — приток пресной воды. Поэтому, добавляет ведущий автор исследования Никлас Бойерс, мы должны сделать все возможное, чтобы сократить выбросы парниковых газов как можно быстрее. Это система, которую мы вряд ли захотим нарушать. О том, как питание жителей острова Крит стало объектом масштабного исследования — материал французского издания «Слейт». Автор статьи, профессор Парижского университета и практикующий врач Борис Ансель пишет, что все началось в 1950-х годах. В конце Второй мировой войны фонд Рокфеллера по просьбе греческого правительства начал изучать условия жизни критян и их пищевые привычки. В это же время американец Ансел Кейс из Миннесотского университета проводил другое исследование. Он искал связь между диетой и здоровьем в семи странах, включая Грецию, в частности, острова Криты Корфу, указывает автор статьи. У жителей Крита был обнаружен самый низкий уровень сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты этих двух исследований позволили задуматься о защитном режиме питания критян, особенности которого следует изучать. Этот режим питания включает в себя много фруктов, овощей и бобовых, мало красного мяса, умеренное потребление рыбы, молочных продуктов, например, сыра и красного вина, а также жиров, в основном содержащихся в оливковом масле. Сливочное масло и сливки практически отсутствуют, поясняет Ансель. Автор статьи резюмирует разнообразие, качество жиров и богатство клетчаткой, присущие средиземноморской или критской диете, способствуют нашей долгосрочной приверженности правильному питанию, при этом уменьшается риск многих хронических заболеваний.